В этой игре лучше не быть наблюдателем, а быть в группе. От наблюдения индивидуальной работы толку нет. Поэтому вот Женечка со своим Израилем где-нибудь воссоединяйтесь, пожалуйста. Вот вместе, пожалуйста. Да. Все, кто еще не слышал о том, как хорошо в Канаде, давайте к нам. Да, вот Канада вокруг Гены, пожалуйста, формируйте там компанию. Здесь не обязательно находиться в каком-то структурированном состоянии. Не-не-не, вы сейчас пока... То есть можно амфитеатриками садиться, но не надо поворачиваться. Так, еще есть Исландия где-нибудь? Нет-нет-нет, я смотрю, может кто-то еще Исландия. Вы кто? Да, пожалуйста, у нас вот Южная Корея тут образовалась. Бразилия у нас есть? У нас нет Бразилии. Была идея Бразилии. Вы хотели Бразилию брать? Да, вот. Вот давайте к Бразилии. Ребята, а вы кто? Они в Ирландии. В нашем цирке процедура, да, которая называется знаниевый коллайдер. Мы поставим такую вот... О, отлично пришел Антон. Вот. Зачем знаниевый коллайдер? Затем, чтобы определиться с каким-то объектом или субъектом. Вот на самом деле нам было очень приятно, когда Антон показал определенную разработку на тему этого красного шлама. Потому что работа сделана была на совесть и так далее. Но у нас с вами сейчас задача не хвалить Антона, какой он молодец, а постараться дать ему какую-то информацию, может быть, ему что-то поможет в составлении технологического пакета. Потому что, если мы его оставим в рамках этой металлургии, у нас не существует пока антологии нового природопользования. Она не разлита у нас с вами в государстве. И хоть у нас записано природопользование как пакет, как совокупность технологических пакетов, которые определяют нашу мейнстримную технологическую политику, ничего подобного пока не делается. Но витает в воздухе что? Память былых времен об экологах. То есть идея, хотелось сказать, Первого Рима, Римского клуба существует. То есть некоторые наметки на то в нашем с вами представлении о чистом городе, чистой стране существуют. И надо как-то понять, куда эта технология вписывается. Какой ее небольшой пакетик выстраивает над собой что-то. Для этого надо прежде всего составить некое интуитивное, неформальное определение. А что та технология, которую собирается далее продвигать или вставлять в пакеты антон, какие смыслы несет? Мы на твоей технологии будем пробовать вот этот вот только первый шаг. Нам надо дать неформальное определение, нам надо номинализовать его сущность в пространстве. Поэтому я попрошу тебя, пожалуйста, встать перед первым квадратиком. Вот и твои эксперты из будущего, вот последний квадратик у них на столе лежит. И тебе придется пройти вот так вот. Ты будешь идти, товарищи будут тебя поддерживать. Единственное, что я прошу уважаемой страны просто в игровой компоненте принять сейчас такие решения. После того, как он заявит, кто он такой, как он родился и выжил, как технология красного шлама, то есть определиться на уровне слов описательных, какой он, всем странам надо будет определиться, то есть вообще как вы относитесь к этой антологии, к этой технологии, плюс или минус. То есть у вас вообще в стране такое есть или нет? Это просто игровая компонента. Мне нужно просто позитивная и негативная реакция зала. Вопросы будут составляться из позитивного и негативного залога. А пока вам слово, расскажите, пожалуйста, как вы видите эту технологию. Вот из соображений, то есть я как технология, я такая-то, где я нахожусь. Сложный вопрос. Итак, сначала я расскажу про то, что вообще есть такое красные шламы. Ну, если вы себе представите производство... Рисовать можно. Рисовать? Да нет, я нахожу. Товарищи поддерживающие найдутся и вас поймут. Давайте. Красный шлам образуется при производстве алюминия. То есть основной металл, который мы получаем, алюминий, а красный шлам — это продукт, который выбрасывается в результате производства. А в среднем на одну тонну алюминия приходится от полутора до двух с половиной тонн красного шлама. Красный шлам вообще практически не утилизируется. Итак, количество красного шлама зависит от богатости руды, которая используется в производстве. То есть чем беднее руда, тем больше красного шлама. Соответственно, сейчас руды все более и более менее бедные, вернее, более бедные. Соответственно, красных шлам производится будет все больше и больше. И есть еще рост производства алюминия. В мире уже скоплено 2,3 миллиарда тонн. В год по 120 миллионов тонн прибавляется красных шламов. По 120 миллионов. Утилизируется, ну, приблизительно говоря, что 5% как-то утилизируется. Из того, что из этого объема, который каждый год прибавляется. Итак, по поводу технологии. Технология связана с барбатажными процессами. То есть это... Чем он нам мешает? Ну, лежит миллиард тонн, ну и что. Как я понимаю, это же боксит, из которых ты вынул алюминий. Ну, плюс щелочь. Его же выщелачивают, как бы. Ага, боксит, из которых я вынул алюминий, добавил щелочь. Да. Да. Спасибо. Вот надо сейчас действительно уточнять, что это такое, вот как бы попробовать. Просто, если помните, некоторое время... В этом году, по-моему, была катастрофа в Европе, когда... В 2010-м, да? Когда на алюминиевом заводе в какой-то город просто полностью затопило как раз отходами красного шлама. То есть, да, добавляем, это не надо тебе отвечать, да, так было. Еще есть какие-то вопросы? Пожалуйста. Этот красный шлама обязательно утилизирует? То есть, возможности там вторичного использования или что-то такого нет, да? Нет. Ну, утилизация-то есть вторичная. Нет. Ну, я имею в виду, там, пустить его на кирпичи там или еще что-нибудь. Я вобразно совсем. Ну, вот 5-7% пытаются как-то на кирпичи его использовать. Ответ 5-7% можно, но разговор идет о технологии. В общем, переработки, имейте в виду. А что случилось с тем городом, который затопило этим шламом? Ну, там вот опасности вот этого... Не отвечайте, это не тот вопрос сейчас, который нужно задавать. По существу вопросы. Там основная ядовитость в чем? Там какое-то вещество очень вредное. Щелочь. На чем? Ну, какая щелочь? Там, конечно, на тревашь идет технология. Так, друзья мои, достаточно. Видите ли вы, что объект красный шлам есть, и какие-то технологии вокруг него нужны? Есть те, которые этого вообще не видят? То есть определился он с тем, что он есть. Понимаете, первый шаг – это я жив. То есть я как красный шлам и технология его переработки жив. Встань на белый квадратик, сейчас пойдешь дальше. Сейчас другой вопрос. Не надо объяснять теперь, что ты есть. Мы верим, что ты существуешь, и твоя технология имеет право называться технологией. Перерабатывать часть шлам, переделывать, утилизировать. Дальше. Теперь тебе надо объяснить корректно, в рамках технологии, что же именно ты делаешь. Второй вопрос – что технология проделывает. Пожалуйста. Нет, не надо. Вы пойдете, когда вас пропустит мир. Первый шаг простой. Он родился как нужная технология, потому что шлама полно. Дальше. Что вы делаете как технология? У красного шлама есть очень интересные свойства. Именно для черной металлургии. Его состав – это на 40-60% оксид железа. То есть по своему составу он напоминает рядовые железные руды. То есть это как металлургическое сырье хорошего качества, скажем так, для черной металлургии. Но красный шлам нельзя использовать в классической схеме черной металлургии, то есть в доменных печах. Для этого, поэтому… Почему нельзя? Во-первых, щелочь, которая присутствует при попадании в доменную печь, она начинает попадать в так называемый замкнутый цикл щелочей в доменной печи. И из-за этого резко увеличивается расход кокса. То есть щелочи нельзя добавлять в доменную печь. Так, что делает технология, да, вот в этом кругу? Там еще будут вопросы. Таким образом, технология барбатажных процессов, она не имеет, ну, как, не шахтная печь, поэтому у нее нет замкнутого контура. И щелочи можно, ну, они не влияют, не имеют большого влияния на ход самого процесса. Поэтому это сырье можно использовать как железную руду, скажем. А чего с щелочей при этом происходит? 50 на 50, 50 в шлаг, 50 в газовую фазу. То есть она все равно остается? Но она не остается внутри агрегата. Нет, но я имею в виду, что с точки зрения вреда для среды, щелочь как была, так и осталась. Мы под щелочами понимаем, вот как я понимаю, щелочь это натрий, то есть он переходит, если в газовую фазу, то там соединяется, ну, с чем соединиться, мы не знаем, там, вот, смотри. А если в шлаке, там много соединений, они не в виде, вот именно, они уже не в виде щелочи, они не в виде... Нет, здесь все увидели, услышали. То есть визуально посмотрели на этот процесс, увидели, задали вопрос по поводу того, как происходит, и никакие другие вопросы. Ну, уточнение вопроса. Да, конечно. Но вот эти шлаки, они не ядовиты уже получаются, да? Да, они ядовиты. И можно ли как-нибудь вот эти шлаки или еще что-то, что там получается, кстати использовать? Который, получается, он равноценен доменному шлаку, это как строительный материал используется активно. То есть доменный шлак 100% строительный материал. А, вот это важно. Что, что в газ уходит? А, ну, то, что газ, это, там, газоочистка проходит, то есть, ну, все равно что-то остается совсем, потому что... Что-то всегда остается. Ну, что, здесь вопрос, и я... А сколько, ну, там, я не знаю, в тоннах, вот вы там тонну этого шлама загрузили в свою эту установку, и сколько у вас в итоге остается все-таки отходов? Кого, пыли? Нет, ну, отходов. Ну, там, шлама, что там, шлаков. Нет, шлаки, это как продукт, это уже не отход. Шлак, он как продукт. Шлаков, они делают, как-то, полезные проценты. Ну, в смысле, ну, остается только пыль, вот, которая есть, металлургическая пыль, ну, сколько, ну, как правило, считается 2% от всей загрузки. Маленький процент. Да, остановились, да, поняли, что происходит технология, поняли, что если это пакетик, то барботажная технология, это базовая технология, правильно вас услышала? Так, скажите, пожалуйста, поднимите руки те страны, которые будут с этого момента, как человек сформулировал, что он делает, вы можете идти на следующий шаг. Вот, вы сформулировали, что вы делаете, делайте шаг на следующий этот уровень. Теперь определитесь, вам, как бы, будете ли вы в своих странах заниматься такими вещами? Израиль, вы будете заниматься этой технологией? Она рассказана, как делается. Плюс-минус. Страны совещаются. Канада, будете заниматься? Генерал-губернатор Канады интересуется у министра промышленности, есть ли у нас производство алюминия? Дофига, могу сказать. Очень много. То есть вы будете этим интересовать? Министры промышленности сказали, много алюминия. Так, закончили совещание, поднимите руки те, кто заинтересован в данном пакете и будет всячески поддерживать своими вопросами этой страны. Поднимите руки Канада, много алюминия, им надо этим заниматься. Южная Корея, слушаю ваше мнение. Нет, не можно. Принимайте, пожалуйста, решение. Базовое. Чего? То есть берете эту технологию. Не берете, хорошо. Ну, последний вопрос, если у вас так не решится вам. Вот мы очистили, у нас появился шлак, мы можем из него насыпать острова? Да. Строй материал. Берем. Ага, хорошо, а вы, друзья мои? А бокситы завозить в Исландию как будут? А у нас-то комментарий. У нас вопрос, как в Исландию бокситы завозить будут? Как раз у них-то нет производства алюминия, в отличие от КВД. Исландия купила только шлам, а не технологию, хорошо. А не результат продукта технологии готов? В Бразилии есть производство алюминия? В Бразилии производство неуважаемые эксперты. И очень неплохое, по-мельчинам в Канаде, но хорошее. Все джунгли отходами засыпите, понятно. Где вырубили, сразу там... Сразу там площадочка и плитка. Так, друзья мои, закончили совещание. Вот смотрите, определилась у нас Канада в плюс технологию, Бразилия в плюс технологию. Исландия очень смешно поступила. У них там... Как всегда. Нету, алюминия не случилось. Но на всякий случай, от отхода этого шлака они завезли камней. Мало, конечно, там трудности большие. Но не знаю, зачем им поставлять. Наверное, для дизайна. Острова не насыпать будут. У вас есть чем насыпать там. Мало. Понимаете, вот это вот страна, креативный генератор. Дайте нам еще чего-нибудь, и можно без хлеба. То есть они купили мусорные облигации, и там ты в Исландию поедешь. Надо твой проект туда заслать. Точно будет вот такая же ботва. Тебе дадут грант. Евреи перепродают. И пиво. Так, а Ирландия что? Израиль. Израиль как государство не берет. Не берет, конечно. Своя переработка, наверное, есть. Так, Канада вы тоже не берете, да? А Куба что? И Куба не берет. Ну, хорошо. По крайней мере, вы на уровне того, что, давая еще одну, там, третью часть неформального определения, только по описательной технологии, в своем процессе, вот, как бы, вполне себе заимели союзников и сторонников. Мы строим вам мифологическую и онтологическую базу. Но теперь поговорили про онтологию, надо дальше двигаться, чтобы ему продвинуться дальше. Теперь все, кто желает позицию, как бы, поддержать его и пойметь эту технологию, вместо провокативных вопросов и так далее, сейчас задают вопросы поддерживающие или помогают, и говорят, что мы еще видим здесь вот такие способы реализации. Здесь... Правильно ли я понимаю, что из каждой тонны шлама у вас получается где-то 400 килограмм чугуна, где-то 580 килограмм стройматериалов и 20 килограмм дряни, которая раньше была тонна. Я правильно понимаю вашу арифметику? Да, практически так. Ну, на самом деле, вы же забываете про то, что помимо... Ну, вы хоть чугун не купили. Помимо красного шлама, мы же еще добавляем уголь, как топливо. Топливо. То есть это еще дополнительно как... Тонна материала. То есть если мы возьмем там тонну шлама, тонну угля, допустим, в угле тоже есть зола, и там уже получится чуть побольше, может быть, шлака, чуть побольше газовую фазу, чуть поменьше чекуна в процентах, если. Ну что, отказались? В целом так, да. 20 килограмм мусора, пыли. Но это даже не совсем мусор, на самом деле там... У вас тоже пыльная сторона пыль. Нет, мы можем в эту пыль что-нибудь капнуть, чтобы она как кошачий наполнитель скрепилась в материал? Там... Можете, но стоить будет гораздо дороже наполнителя. И авианосца. Это очень важно с кошачьим наполнителем. Если вы также будете строить метафорически-технологические пакеты, вам повезет. С вами мы прогнозировать будем до конца своей жизни. Это прекрасно, но толку технологически пока никакого. Что, Израиль, вам? Израиль хотел прокомментировать с инженерной точки зрения, что проблема выноса пыли из металлургической печи не решена уже на протяжении эндого количества столетий. И я думаю, ее пока еще не решат. А то без Израиля этого кто-то здесь не знал. Израиль умный, ему череп не ждет вообще Израиль у череп. Так, а мы, друзья, благополучно, еще не созданную технологию, прям как Арева продавала свои атомные станции в Финляндии, мы пока еще не имея технологию, поимели сторонников, разговоры об этом, некие прогнозы. Но Израиль, конечно, дал свое экспертное завещание. Нам сейчас надо ответить на очень важный вопрос. Мы определились, что технология есть, она жива, может функционировать. Мы определились с тем, что она делает. Мы из этого будем какое-то формальное определение, пакетика вот этого формировать. Теперь надо понять, какие ресурсы нужны для того, чтобы этот технологический процесс обеспечить. Вот это нужно. Что нужно? Какие ресурсы, включая организационные и так далее. Просто так технология не возникает. Пожалуйста. Вопрос про ресурсы пока. Ну, собственно, топливно-сырьевая база должна быть. То есть необходим сам красный шланг, необходим уголь довольно-таки широкого спектра. То есть не обязательно там коксующийся или какие-то определенные. То есть широкий спектр углей и наличие кислородной станции. То есть кислород. Из административных. Ну, я думаю, что близость к транспортным путям, чтобы иметь... Вода нужна в цикле производственном. Вода только как охлаждающая, и она замкнута у цикла. Ну, то есть... Там немного воды. Немного, понятно. Морскую можно залить? Да у вас же нету этого... Ни шлама этого нигде нет. Вы не будете технологию. Вам дадут шлак и пыль. У вас же нет этих шлаковых озер. Вы бы, может, и хотели. Но вам либо дизайн из них какие-то делать закупать. Нельзя. У себя на чистой холодильник. Очень много соли и вот в этих... В градирнях. Не в градирнях, а в... Да ладно, технология другая. Если печь подпредставить, то она, в принципе, вокруг такими вот трубочками. Да. Кессоны, водоохлаждаемые кессоны. Ну да. И когда при многократном повторении соль то ли отлагается, в общем, иногда они взрываются. А, в общем, жесткая вода у вас не устраивает. Ясно. Так, друзья мои, тот, кто решил эту технологию прикупить, есть ли все названные ресурсы, которые здесь были, необходимы у вас. Понятно, мы не будем спрашивать Канаду. Канада в состоянии построить кислородную станцию. У нее всего хватает. Угля есть везде, поэтому у Канады тоже, конечно. Воды тем паче, алюминия полно. То есть и как бы вам не надо отвечать на этот вопрос. А вот в Бразилии мне неизвестно, на каких ресурсах вы будете строить сначала. То есть вот сумеете ли вы построить технологию? Вы ее взяли, купили и так далее. Или вы пригласите вот господина, который ее делает. То есть будете закупать. Или у себя будете создавать. Примите решение. Ну алюминий у нас есть, уголь, я думаю, тоже есть. Технологию купите. Ну а в чем проблема? В любом случае, мы не купили технологию. Вы не передумали? Нет, не надо. Вы не покупаете. Куба не покупает. У вас нету ничего с Израилем. Значит, у нас пока... Вот смотрите, это такт, который у нас будет в игре, друзья мои. Бразилия вместо угля решила использовать биоэтанол. А его заодно и на охлаждение неплохо пустить. Смотрите, какая ситуация. Кто-то в пакете прогностики будет находиться точно в таком же положении. Когда скажет... Знаете, вот Бразилия скажет. У меня прогностический пакет почти полностью готов. Но этой технологии, так как я сама по себе Бразилия, и у меня развит футбол, кофе еще немножко, то мне придется прикупить у Израиля. Но тогда у Бразилии будет риск, что весь пакетик окажется у Израиля, потому что у Израиля вечно окажется замыкающая технология. Но с замыкающей мы не подошли. Вы прошли уровень ресурсов и двигаетесь дальше. Ну вот теперь у нас беда большая. Потому что, понимаете, первые три уровня, все технологии, имеющие смысл, проходят легко. То есть они существуют, они действуют, они задействуют ресурсы. А четвертый уровень – это уровень социума. Сколько стоит? Сколько стоит? Нафига Казе Баян? То есть зачем это обществу? И так далее. Вам здесь придется ответить на вопрос. И вам, большим бразильским контрагентам, которые это себе прикупили. Плавав из завода по преобразованию красного шлама. Вот здесь, вы понимаете, вы из технологической среды мигрируете в социальную. И обращаете внимание на то, что там совсем другие законы и процессы. Что вы можете сказать с точки зрения социоэффекта применения вашей технологии и стоимости ее для рядового избирателя? Наша страна не помойка, чтобы возить всякие отходы и всяких производств. Ну, скажем так, алюминиевые заводы, они работают уже довольно-таки давно. Как правило, там не 10, не 20 лет, а 50, 60 лет. И эти шлама образовывали всегда. И они уже занимают большие территории. Как правило, одно шламовое поле, оно где-то 100-150 гектар. Ну, соответственно, если завод давно, то у него уже 300 гектар вот этой территории, которая, ну, непригодна уже для жизни. Значит, соответственно, убираем красные шлама, мы не уничтожаем возможную для каких-то других целей землю. Да, пожалуйста, реакция населения. Можно вне стран. А после того, как мы из территории вот этой уберем красные шлама, она будет вообще пригодна для чего-нибудь? Вообще говорят, что 30 лет непригодна. Я столько не проживу. Честный человек, однако у нас... У меня было точно так уже... Ага, и что даже? Ну, тут надо понимать, что как только... Сейчас, минуточку. А складировать-то вот ее все на той же территории нельзя? То есть вот если мы сейчас не ставим технологию, у завода там среднего 150 гектаров уже занят этим шлам. Если мы так и не поставим технологию, им обязательно расширяться вширь? Обязательно. А вверх, на самом деле, там складывать горки не могут? Почему? Ну, есть пределы сыпучей конструкции в рост. На самом деле, строительство одного шламонакопителя приблизительно 1 миллиард долларов. То есть это не дешевое удовольствие еще построить такую штучку. А вот бизнес вообще рентабельный, то есть... Не очень рентабельный. Не, нет, нет, в смысле вот именно вот по вашей технологии вот переработать. Ну, вот смотрите. На сколько я понимаю, самый ценный чугун вот этот вот. Да, самый ценный чугун. Чугуновый сковородок наделаем просто на 30 лет вперед. Для крупной страны производителя алюминия вообще в перспективе промышленная реализация вашей технологии даст хотя бы какой-то маленький процент прибыли. Не минус, а маленький хоть плюс. Вообще мы надеемся, что даст хороший плюс. В виде чугуна только? Нет, не только в виде чугуна, а в виде тех неоплаченных штрафов, которые вы бы оплатили, если бы вы заполняли всю эту территорию. То есть аренды природного пользования? Да. То есть если у вас... Ну, правильно, следующий ход, как бы, а если правительственным образом отменить штрафы? Можно ли будет ваш завод построить на месте вот этих вот бывших шламов? Прямо сразу очистили, и там же завод жахнули, чтобы не отнимать там лишнее поле на то, чтобы построить новый. Ну, понимаешь, вот печь, скажем так, вот если цех, ну вот эта комната, вот следующая, это будет уже цех. И сравни 150 гектар. Ну, весь все 150 гектар заводами застроить. В производительности, ну, скажем, такого цеха хватит на текущие отходы. На все? На на год. Сколько тонн в год? Ну, вот такой цех, вот сколько тонн в год этого шлама ты сможешь перерабатывать? Так, текущие отходы, ну... Что интересуется? Ну, все зависит от площади печи, конечно, то есть можно 4, 5, 20... Ну, вот ты сказал, вот две комнаты такие, сколько ты там... Ну, поставь пять печей, хорошо. Да нет, неважно. Ну, хватит приблизительно один... Подпозрите, если одна печа, она там какая-то... Сейчас, сейчас, я подожди, я посчитаю. Это-то, собственно, и спрашивают все время. Там еще вопросики я вижу. Их много. Нет, это важный вопрос. Очень тяжелый вариант, я понимаю. Общественность недовольна. Ну, ты там порядок назови, там, миллион тонн, сто миллионов тонн. Нет, ну, не миллион, но тысяч... Ну, на один средний завод сколько надо... Тысяч пятьсот. А, ну, на один средний завод... А, мне не выйти. Сколько надо печей, чтобы то, что он в год... Нет, это тогда нам сейчас потребуется знать, сколько алюминиевых. Средняя температура по больнице... Антон, ну, просто, ну, на самом деле, ну, сколько в год, примерно? Ну, тысяч пятьсот тонн спокойно сможешь... Пятьсот тысяч тонн, да? Полмиллиона, в смысле. У меня вообще другой вопрос, ну, уточнение просто было. То есть, правильно я понимаю, что, в принципе, твоя прибыль, она будет не от продажи продукта, которые вы будете получать от этой технологии, а все-таки за счет того, что эта технология как бы вот освободит там землю, улучшит экологию, ну, то есть, такие вещи. Долгосрочные проекты, лет на пятьдесят, вперед на сто. Ну, я и говорю, но я имею в виду, что не от того, что они будут продавать продукт, который получается с помощью технологии, а от того, что эта технология позволит сократить другие расходы. Правильно? Ну, скажем так, там будет... Мы сначала очень много-много вкладываем для строительства всего этого комплекса, да, переработки, и потом его отбиваем той продукцией, которую мы получаем. Вы не отбиваете. Все-таки продукцией? Ну, чугун... И если честно, за сколько лет вы его надеетесь отбить? Понятно совершенно, что наши уважаемые эксперты, очень компетентные из Ирландии, задали правильный вопрос, и надо было отвечать на это «да». Да, это бизнес пользы, а не бизнес денег, пожалуйста. А сейчас... Это вообще не бизнес. Этот шлам, он в шламонакопителях, или есть по лесам, полям и озерам растекшаяся жижа? Поэт! Исландская сага в эфире! Они в шламонакопителях. То есть нет такого, чтобы... Ну, Антон, ключевая тема, которая вытекает прямо из этих вопросов, она очевидна. Неужели не видно решение вам, как к проектанту? В лесу построить? Кого? Кого в лесу построить? Ёлочка. Да, нет. У вас есть завод, у вас есть шламовые поля, там, пространство, которое задействовано, да? Вы готовы около завода поставить перерабатывающий цех, да, который перерабатывает. У вас, формально говоря, что перестает происходить при этом? Как минимум. Увеличение. Правильно, увеличение пространства, занимаемого красными шламами. Да. То есть у вас уже не будет происходить, по крайней мере, одну единственную вещь. То есть вы не будете занять больше пространства, чем уже заняли. Да. Да. То есть административное решение должно быть таким. Вот сколько заняли, это хорошо, так и быть брать не будем. А больше нельзя. А вот если вы будете увеличивать эту тему, тогда, извините, будете платить такие деньги, что алюминий вам не потребуется. Ну, вот им просто сократят производство алюминия. Правильно. А сократят производство алюминия, государство лишится ренты от производства этого подобных вещей. Спрос на алюминий чудовищный. Секундочку. Есть еще вопрос. У меня в этом тоже есть масса комментариев. Последний вопрос и заключение экспертов. Потому что непонятно, прошел ли наш уважаемый актор на следующий уровень. Собственно, вопрос такой. Вы предлагаете просто сделать так, чтобы площади не расширялись, или сделать большие заводы, чтобы эти площади сокращались? На что вы хотите по основному ударить, так скажем? По основному ударить, это чтобы не расширялось. Просто чтобы не расширялось. Да. То есть, по минимуму. Ну, по максимуму это очень огромное количество перерабатывать. Вопрос такой. То есть, ты понимаешь, да, объем? Черный металлургия. Никто и не заметит. Вот это последний вопрос. Ну, это комментарий. Пожалуйста. История жизни. Как раз-таки про черной металлургии. На Урале стояла подобная проблема с черной металлургией. Огромные просто поля с отходами, экология в ноль. Там ничего не растет, ничего не происходит. Приехали хорошие, добрые японцы и говорят, давайте мы выкупим эти отходы, потому что можно из них переработать золото. Там есть частички золота в нем. Но русская общественность и, не знаю, какие умы точно сказали, нет, мы вам не отдадим, сами будем перерабатывать. В итоге все так и стоит на месте. С тех пор ищут золото, я так понимаю. Роется каждый вечер. Друзья мои, стоп. Большое спасибо вам за конструктивные вопросы. И за то сейчас вот шоу, которое здесь произошло. Это общественные слушания, когда вы попадаете из технологической среды в социальную. И вот это вот мысленно надо всегда проходить, вот эти вот общественные слушания. Потому что на общественных слушаниях далеко не все такие умные вопросы будут, которые у вас здесь слышались. Вот, не надо сейчас задавать вопросы. Поэтому у тебя так вот ты на пузе прополз через эти слушания на следующий шаг. Но следующий шаг мы с вами должны на основании того, что здесь было сказано, да, было сказано много слов. Мы не видели эту технологию. Мы можем только посмотреть на человека, поверить ему, что он знает про это. А мы сами знаем другое. И у нас уважаемые эксперты от территории сказали, что бывает другое. Вот на этом уровне, на пятом уровне мы говорим, а что такое я как технология? В чем интуитивное, неформальное мое определение? Вот, то есть в чем я состою? Для чего я, собственно, нужен? Все эти слова были уже сказаны. Они были подсказаны из зала. Давайте собирать его вот это интуитивное, неформальное определение этого пакетика. Утилизация красного шлама. Какие слова влезут в это определение? Тебе товарищи подскажут, и ты сам думай. Пока сам не говоришь, тебе подсказывают. Какие слова обязательно войдут? Минимизация антропологического воздействия на природу. То есть, ну, минимизация, да, общую шапку надел сверху, тебе надели шапку. Это проантропологическое воздействие. Хорошо, еще что? Что еще войдет в суть неформального определения? Куда потом технологии привязывать? Ресурсосбережения. Ресурсосбережения. Это опять в шапку. Кто-нибудь еще? Какие важные слова были сказаны, они обязательно войдут в суть. Иначе мы техпакет никак не опишем. Это вы зонтик антропологический строите. А надо и вниз подниматься до технологии. Что делать технология? Вспоминайте, что он говорил. Важного, сущностного. Что он что-то хочет делать, а что-то не может делать. Это технология. Для чего? Чтобы эксперты, уважаемые. Ну, пожалуйста. Рычите в микрофон. Да, буду рычать в микрофон. Во-первых, ты своей волей волюнтаристки протащила человека на уровень, до которого он не дошел. Во-вторых, не дошел он до этого уровня по тривиальной причине. До этого два часа я распинался с высказанием, что бесполезно развивать отдельную технологию. Он так и не предложил техпакет. Он предложил технологию. Эта технология в современном мире не живет. В лучшем случае их на парочку. А не живет она, потому что это утконос. Она не решает ни одной задачи до конца. Она неплохо порешала, полу-решала, полу-задачки. И утконос это неплохо. Но результат не получилось. Вывод. Если говорить о пятом контуре. Вывод здесь следующий. Нужно всю работу начинать сначала. Это точно не техпакет по утилизации красного шлама. Я могу сказать, что такой очень узенький техпакетик все-таки. Но вы можете рассмотреть эту ситуацию как ядро одного из двух техпакетов. Они здесь возникают очень красиво. И оба этих техпакета могут возникнуть. И они спокойно пройдут четвертый шаг. Потому что там понятно и зачем, и кто заплатит. Первая версия простая. До сих пор исторически сложилось на Земле так. Что у нас есть черная металлургия, которая занимается совсем одним. И цветная, которая занимается совсем другим. Кстати, более дорогим. Данная технология позволяет привязать цветную и черную металлургию друг к другу. И тогда оказывается, что у нас нет двух технологических пакетов. Чермет и цветмет. А вместо них есть единый техпакет металлургия. На одном алюминии эти две. Я думаю, что если... А, вот секундочку. А это уже следующий разговор. Это уже разговор о том, какие должны быть там технологии. Что еще нужно? Потому что понятно тогда, что здесь кроме красного шлама у нас возникает потребность. В куче других технологий похожего содержания. И тогда мы начинаем строить довольно большой техпакет. Но заметьте, а вот эта штука, создание такого техпакета, уже только на одной синергии двух до этого принципиально разных производств, нам четко обещает реальную прибыль. Пусть не в первую секунду, но прибыль. Могу сказать, что в защиту. Основа технологии была зарождена цветной металлургия. То есть именно автогенные, а потом роботажные процессы, печь Ванякова, это именно цветная металлургия. Даже я это еще помню, где по старым делам. Так вот, понятно, что если перейти от технологии к этому типу пакета, это явно можно дальше собирать. Он точно пройдет четвертый шаг. Но тогда определение пакета, совмещение цветной и черной металлургии в едином производстве с замкнутым циклом. И это вполне понятная тема. И тогда не возникает свободно болтающееся количество чугуна для бабушкиных утюгов. Есть другой подход. Я же сказал, что два альтернативных. Первый вероятный, он легкий. Второй сложный. Второй подход следующий. Внимательно считаем все обременения алюминиевого производства. Юридически требуем, чтобы в цену алюминия эти обременения входили. Тогда оказывается, что от этого алюминия нужно отказаться. Оно слишком дорогое. Отказаться от него нельзя. Ну, то есть никак нельзя. Следовательно, придется думать о поменьшении обременений. И вот тогда центр вашей технологии, вы создаете тех пакет альтернативной экологии. Фактически все равно будет цветная и черная металлургии вместе. Но центр другой. Там база производства черной и цветной металлургии. Здесь база замыкания потоков черно-цветной металлургии с минимизацией указанного вами антропогенного воздействия. Почему? А потому, как за него платить приходится и приличные денежки. Это два разных подхода. Самое дело, что у вас будет сильнейшее искушение соединить их в единый подход. И это искушение будет ошибочным. Потому что две разные антологии. В одном тех пакете развалят его обязательно. И на одном этапе скажут, нам выгоднее делать с алюминием и всякой этой ерунды с черной металлургией. А в другой схеме скажут, а мы вообще запретим всякое производство. В общем, нет завода феррасплавов на территории Красноярского края. Уж если в Красноярском крае нельзя строить завод феррасплавов, то его, вероятно, можно строить только на острове Врангеле. Уже дальше некуда вывозить. Просто на острове Врангеле скоро места не останется. Как раз очень просто. А какая разница? Это всего лишь конвенция, которая начинается с простых слов. Мы уже научились платить за воздух и воду. Действительно, учились и во всем мире платят. И это мировые конвенции. Попробуйте ваш поток какой-нибудь грязи отправить в чужую страну или в чужое водное пространство. Если вы не Орева, ничего не получится. Орева и здесь ухитрилась кому-то дать свою временную взятку. Но это особый концерн. Так, в общем, это сложно. Далее вы просто вводите конвенцию, которая расширяет представление об обременениях и отходах. И все, больше ничего не надо. Это будет международная конвенция. Дальше, кто к ней не присоединился, сам себе злобный поклон. А по очень простой причине он мгновенно попадает под экономическое эмбарго. Мы этот грязный алюминий покупать не будем. Почему? А потому что есть где купить чистый. А мы сами подписали эту конвенцию. Достаточно, чтобы подписал главный потребитель. Анна, это ничего личного. Это чистый бизнес. Схема, которая прописана, это чистый бизнес. Определение чистого и грязного, как юридическую формулировку, определяет, кто будет продавать реальный алюминий. Одна страна или другая. Друзья мои, это очень показательный пример. Аплодисменты Антону, который храбро бился до четвертого уровня. Антон, садитесь. Мы переходим в прогнозирование. Смотрите, что сейчас произошло. Я этого не ожидала в игре, но очень здорово, что так получилось. Переслегин Сергей Борисович давно навязывал Антону идею о том, что надо пойти по второму пути. То есть заниматься, посчитать обременение и так далее. И Антон подтвердит, что мы об этом уже немножко говорили. Но у нас произошла через ваше сообщество, уважаемое, креативная генерация на тему, что возможен еще другой путь. Это случилось благодаря тому, как ваши вопросы разбились о мысли Переслегина и о том, что мы говорим, что прогностическая платформа состоит из оракула или расстановочной игры или общей какой-то семантической связности и аналитического центра, который Переслегин здесь и составляет вместе с Ютановым. В итоге нашей работы получилось, что существуют два способа пакетной переупаковки вот этой вот утилизации красного шлама. Это важная штука. Именно поэтому сейчас, начиная с вами заниматься прогностикой, я еще раз вам напоминаю основу прогностической платформы. У нас есть оракул, который в пространстве семантики что-то там решает, скажет какую-нибудь глупость. Аналитический центр – это обязательное явление. Мы переходим к прогностике. Да-да-да. Мы переходим сейчас к прогностике. Мы возвращаемся от красного шлама к прогностическому пакету в рамках своих стран. И должны будем скрупулезно и так же прекрасно и афористично, как Исландия, выполнить работу по созданию тех пакетов. И надо бы, чтобы у нас получились такие же развилки, которые мы здесь посмотрели благодаря Антону. Потому что очень важно ответить на первые два вопроса. А это вообще мой пакет прогнозирования, да еще в этой стране он вообще там где? У него есть сверху зонтик, у него есть снизу земля. Или мы это прогнозируем, как фантазируем. Вот это очень важно. Потому что легко было в некотором смысле Антона, он хорошо разбирается в технологии, и он первые три шага, что это такое, что оно делает и на каких ресурсах прошел очень легко. А у нас прогнозирование, где мы не все знаем, что оно делает и даже какие ресурсы нужны. Обращайте внимание, что мы поднимаем уровень задачи. С красным шламом было просто. Пожалуйста, Сергей. Дамы и господа, у нас есть три задачи. Первая задача учебная. На примере прогнозирования в качестве дикой утки понять, как создаются техпакеты. Ну, например, чтобы потом был тот же самый пакет с двойной металлургией, спокойно сделать, и бы там все будет сильно проще. Это чисто учебная задача, и ее вы должны будете пройти до конца, за сегодняшний и завтрашний день. Вторая задача не учебная. Реально хотелось бы понять, возможен ли техпакет прогнозирования. Вообще, прогностические техники собираются ли в пакет, и имеет ли этот пакет под собой определенные основания для существования в современном мире. На этот вопрос ответа нет, и мы надеемся его за эти два дня получить. Это вторая цель. Третья цель самая интересная. Идеальным конечным результатом явилась бы ситуация, при которой созданный вами для ваших стран технологический пакет был бы этими странами на своей территории инсталлирован. Ну, конкретно на Кубу, например, мы в конце января поедем, и совершенно спокойно у нас, да, у нас с ними будет большая игра, они сейчас очень беспокоятся после ситуации в Ливии, что же теперь будет. И, в общем, например, они могут быть заинтересованы этой технологией. Есть свои связи с Ирландией. С остальными можно искать, но связи всегда найдутся. Поэтому идеальный конечный результат, самый последний, что, грубо говоря, этот пакет данной территории принят, и что, например, в Канаде идет разговор. К нам приехал сам Геннадий, автор пакета прогнозирования в Канаде, сроет, где премьер-министр, почему его еще нет. Генерал-губернатор заждался. Очень тонко. Геннадий в Канаде. Заметьте по этому поводу, шутки шутками, а если вы построите для малых стран, все проекты, которые сейчас испытывают острый кризис, возможность работать с прогностикой как с техпакетом, это может эти проекты, когнитивные проекты малых стран, сдвинуть существующие мертвые точки. В этом плане они точно востребованы. Больше, чем в США, или в России, или в Японии. Вот такие три задачи. Учебная, исследовательская и внедренческая. Как будет проходить игра? Поэлементно, по шагам будем двигаться вперед. Отдай мне правила. Друзья мои, у нас есть шесть минут на то, чтобы за время ответить на первые два вопроса. У вас должно быть определение прогнозирования, как вы видите, для страны. И есть ли у вас антологический потенциал у этого, нет ли, есть две антологии, и какие. Это достаточно быстро решаемая задача. Здесь вы можете выходить в пространство фантазирования. Кто растерялся, приставайте к экспертам. Вам Бразилия сложно? Тащитесь к этим, пусть у них трещат мозги. Время пошло. Шесть минут, после этого мы отчитываемся у доски и смотрим, что уворовать у кого. Так, друзья мои, стоп, закончили сейчас разговоры, обернулись в зрительный зал. Не продолжаем сейчас, потому что сейчас у нас наступает так называемый период воровства, в скобках, заимствования чужих мифологем и чужих представлений. Когда пакет рождается, естественно, если он в каком-то месте рождается, то остальные все рождают то, что плохо лежит. Понимаете, да? Поэтому сейчас вы выступаете и отдаете себе отчет в том, что если вы сказали что-то умное и содержательное, следующий оратор благополучно включит это в себя. Это неизбежность. Примите это как факт. Старайтесь заметить в другом то, что вам нужно, а не скрыть информацию. Это бесполезно. Сейчас у нас, мы попросим, у нас очень интересная команда Южной Кореи, потому что у них вообще трудности с пакетом прогнозирования, они имеют право моделировать это в языке, как хотят, потому что мы с вами не в восточном языке. Слушайте внимательно и сгребайте в копилку все то, что они наработали, может пригодиться вам. Так, уважаемая Корея, сейчас запишите или выступите. Сергей Борисович запишет за вами, и мы делать будем общую сборку, как у нас собирается пакет по странам. Ну я в этот раз без языка наоборот. Хорошо, пожалуйста, буквально несколько слов в этом докладе, не надо растягивать это. Из чего мы исходили? Из того, что в Корее очень развиты компьютерные игры, интернет, мобильные технологии, нано, био, микро и роботы. Тигрята Юго-Восточной Азии. Все услышали ваш миф. Да, тигрята. И что, кстати, про тигров? Южная Корея медленно-медленно жила себе. Тут в последние несколько десятилетий время у них начало ускоряться, и мы предполагаем, что мы сможем ускорить время настолько, что мы сможем прыгать в будущее. То есть проживать сотни лет, десятки лет, годы за несколько лет. Спасибо, новый миф о прыжке в будущем дальше. А подходите, пожалуйста, к определению вашего пакета прогностического. Прогнозирование будет проигрыванием. В смысле, мы будем играть в будущее, проигрывая все возможные ситуации за счет того, что вся страна пользуется вот этими мобильными телефонами, интернетами, они все постоянно связаны друг с другом, собирая всю информацию, которую каждый человек может принести в какой-то общий... Не раскрывайте содержание пакета. Вы совершенно полностью ответили на вопрос. Ваше неформальное определение — это проигрывание вариантов в пределах всей страны. Если вы хотите, чтобы остальные ваши суп-пакеты уперли, можете говорить дальше. А если нет, то садитесь. Спасибо большое, уважаемая Корея. Подготовиться Израилю. Давайте, давайте, давайте сюда. А или так. Израиль, пожалуйста, следующий. Израиль или проиграешь. Помните, голосую или проиграешь. Кто отдал микрофон? Израиль. Выходите, кто-нибудь. Сережа, отдай Женечке микрофон. Извиняюсь. Так, ну, что такое прогнозирование для Израиля? Мы чуть-чуть подумали и поняли, что для Израиля прогнозирование — это прошлое, настоящее и неизбежное будущее. Неизбежное прошлое, да. Всё было, так идёт и будет идти. Так и будет, да. В Торе так записано. Да, а наша антологема, собственно говоря, так и в Торе всё уже написано, и от этого никуда не уйдёшь. И всё так и будет. Поэтому, на самом деле, наш главный инструмент прогнозирования для Израиля — это его религия. Он уже существует, он сформирован. Предлагаем вам поменять религию и все остальные страны, если хотите позаимствовать. Всё понятно с вашим пакетом. Он там зациклен сам в себя. Больше вы никаких тайн не открываете. Пока. Хорошо, садитесь, пожалуйста. Спасибо, Израиль. Послушаем Канаду, пожалуйста. То есть то, что можно, вы уже на открывали, я так понимаю, да? Фотографируй пока листочек. Я сразу переверну следующий. Так и будет. Канаду не очень быстро, нам нужно секунду на фотографирование. Нет, я пишу. Хорошо. Нет, я пишу. Мои fellow Canadians, so far, we have been working on the art of possibilities in the Arctic eternity, constructing the arc of peoples of the north, their myths, legends, and fairy tales. Пишите. Нет. У нас своя семантика. У нас ещё немножко не так развитый, вот, с точки зрения нынешнего генерал-губернатора, права французов, чтобы здесь ещё на их языке выступать. Вы просили определить, пожалуйста. Теперь уж как поймёт там посредник, так он и запишет. Геннадий, теперь по-канадски повторите, пожалуйста. Сейчас мы с Сергеем Борисовичем разбираемся, собственно. Ну, тут хоть прогнозирование есть, и на том спасибо, а то у нас в одном месте Тора, в другом проигрывание. Я так понимаю, что Сергей Борисович пишет на чистом английском языке, да? Да, да. Друзья, можете озвучить это, как бы, нашей общественности, или это так и останется тайной за семью печатями? Теперь мы попросим переводчика это всё рассказать. Спасибо большое. Канаде, как всегда, выпендрилось. А вот вопрос, выпендрилась ли Канада, потому что, на самом деле, Канада произнесла очень интересную фразу. Прекрасный спич, я тоже рада. Прогнозирование — это искусство возможного. И тогда получается, что их определение... Помните, политика — это искусство возможного, Аристотель. И тогда получается, что канадское определение технологического пакета заключается в том, что прогнозирование — это политика сегодня. Современная форма политики, то есть политической жизни внутренней внешности, есть прогнозирование. Это сильная мысль, которая мне страшно нравится. Это не очень просто, при всём том, что вроде бы тривиально. К этой базовой мысли они кинули... Итак, сейчас я передам другую. К этой базовой мысли накинули менее интересную вещь. Арктическая вечность — ну, вечность, ну и что? Неинтересно. И ковчег народов Севера. Ну, понятно, что ковчег, конечно, вверхнет в лёд, но и будет там находиться вечно. При этом, однако же, я понял их позицию, что именно из мифологии северных народов они хотят получить мифологическую, онтологическую основу прогнозирования. Но с моей точки зрения, может, я, конечно, как это, западный шовинист европейский, я считаю, что вся мифология северных народов после Аристотеля как школьнику драться с отборной шпаной. А они так не считают. Но я же сказал, я же западный шовинист. В любом случае, для первых красиво вот это, для западных шовинистов, для остальных... Подготовиться к Кубе! Для остальных вот это, это же наши шаманы и всё прочее. А сами канадцы, давшие две таких красивых обманки, точно будут работать в третьем направлении. Знаю я эту ехидную компанию. Комментарий был со стороны Кореи. Но мне кажется, можно даже добавить, ну, как именно в их модель, слова Ирамира Ягра. Он всегда говорил, что я хороший хоккеист не потому, что я там, где шайба, а там, где будет шайба. Спасибо большое. Очень хорошее дополнение. Пожалуйста, дорогая передача. Свой хоккей знать надо. Можно коротко и неясно. Здравствуйте, товарищи. Ну, как мы определили, для Кубы техпакет прогнозирования это способ организовать для себя новый вектор развития в условиях кризиса мира и в условиях того, что мир на нас очень как-то подозрительно смотрит. Новый способ показать себя. Так, еще нужна антология. Кто-то прочитал мои мысли. Антологию мы для себя взяли. Это тот образ, который стараются построить уже много лет. Это наше видение того будущего, которое пока что предполагается, то бишь, ну, социализм. И густо покраснел. В цвет, в цвет. Абсолютно ни в чем. Так, Куба, не надо смущаться. На самом деле вы высказали самую нетривиальную идею прогнозирования, которая может только быть. И ваш технологический пакет, если, уважаемая Куба, он у вас выживет, и вы не пуститесь в заимствование, будет сформирован, как принципиально новый пакет поднятия имиджа страны. Это нормальный способ, и через прогнозирование это можно делать. Да, вот как бы у нас, понимаешь, тут имеется одно абсолютное оружие, но это не значит, что вы не станете следующим. Так, спасибо большое. Исландии, пожалуйста. А кто утащил микрофон? А, все в порядке. Интуитивное, неформальное определение. Тише, тише, послушайте, тут вот начинаются интересные вещи. Пространственно-временная навигация. Мама дорогая. Через инструмент, который в широком смысле, не раскрывая деталей, озвучивается так. Да. Аккумуляция ментальных ресурсов. Это инструмент. А метафора всего события, их две. Первая и более узкая, ну она даже по названию, просвечивание туннелей. И самое главное, вмещающее в себя все, первое слово из этих двух, во всех возможных смыслах. Космос подскажет. Так, а я думал, заглядывание жерла вулканов. Пифии. Гури для другого. Спасибо большое за метафоричность. Мы уверены, что эта антология еще десяток на территории есть. Обождите секундочку. Здесь я, все это, конечно, очень смешно, но я здесь увидел, кроме метафоры, и напомню, что мне анекдоты про Бог поможет. Да, как это... Парень, конечно, никакой, но что называет меня Богом, приятно. Что называет нас космосом, хорошо. А на самом деле, был очень интересный момент. Смотрите, пространственно-временная навигация, как метафора и определение пакета прогнозирования, очень интересно, потому что, помните, я начал рассказ про тех пакетов с навигацией. Навигация – способ определения в пространстве. Прогнозирование – способ самоопределения во времени. Вы, по сути дела, сказали это. И вы говорите, навигация – древний технологический пакет. Вы сейчас сказали следующее. Нафиг прогнозировать, нам не нужен отдельный техпакет. Старый пакет навигации, древний, всем понятный, должен приобрести еще одно измерение. Нам нужно уметь самоопределяться не только в пространстве, но и во времени. Это без прогнозирования делать нельзя. Это очень сильное определение, мне оно страшно нравится. И с ним точно можно работать. Все тащите себе. Это инновация. В этом плане это, конечно, не метафора, это очень тонко. Ну ты бредил хорошо. ментальные ресурсы, тоннели и космос. Мне кажется, это мираж для публики иностранных разведок. Кстати, об иностранных разведках. Канада. А Канада. Скажите честно, я вас правильно понял, что ваше определение с искусством возможностей это же не ваше, это же американское определение прогнозирования. Теперь наше. Я бы, на самом деле, обратил внимание здесь и на просвечивание тоннелей. Обратил. А у меня все есть, да, у меня все с собой, как известно по традиции. Я просто к тому, что если есть пространственно-временная навигация, то, наверное, должен быть короткий путь навигационный по этой схеме. Ну, поскольку мы все фантасты, то нам легко и просто это оценить как подпространственный переход. То есть, как метафора ее тоже есть смысл рассматривать. Мое внутреннее ощущение, что Исландия, не знаю, случайно, интуитивно или просто, или это изначально планировалось, но она поймала очень интересную, очень интересную. Приготовься Ирландии. То есть, это вообще-то здорово, мой респект. Так, Ирландию, пожалуйста. Все, что я знаю, в Ирландии, пожалуйста, налобное место. Гиннес, что там? Дублин, Гиннес. Да, да, проходит... Отдайте микрофон! Отдай микрофон! Пишет, разговаривает, пишет, разговаривает. Ну да, значит, у нас прогнозирование развития страны на основе генетически заложено в нации. Не говорит, да? Да, вроде говорили только что. Соответственно, у Ирландии чего там, пиво, да танцы. Вот мы решили, что инструмент прогнозирования у нас будет это танцы. Ну то есть наша антология это либо станцуем все, либо ноги спасут. Как хотите. Почему не пиво? Пиво это просто инструмент того, что значит генетически заложено. Мы так считаем, что в каждом человеке, который исконно живет на этой территории, у него генетически заложено развитие в принципе страны. Как бы его не пытались направить по другому руслу, он все равно пойдет по тому, что в нем генетически заложено. Так вот, чтобы он это проявил через танцы, которые у них это исконно, но не зацикливался на той традиции, да, вот у них там поставили, как ему в школе, ему сначала надо догнаться будет пивом, чтобы он вошел в то метафорическое состояние, когда он сможет выразить себе свой прогноз через танец. Чего проще попей не гадать? Нет, еще раз, в Ирландии, мы про Ирландию говорим, в Ирландии танцы это исконно их забава. Я со своей стороны замечу, что танец как способ прогнозирования восходит минимум к Элладе, может быть, это было и раньше. Спасибо, Ирландия, интересная точка зрения. Как пакет из этого делать, непонятно, извините. В этой литературе подробнейшим образом прогнозирование будущего с помощью танца описано у рижского фантаста, у рижского, латышского, русского фантаста Сергея Иванова в серии книг, посвященных Агранде. Там на эту тему написано немало десятков страниц. Заслушаем Бразилию, пожалуйста. Так, сейчас одну секунду, предобразение. Кроме танца, определение-то вы мне дали? Что такое прогнозирование? Потому что я его не записал. изменение сценария развития страны на основе кинетически заложенных данных. Все, понял, секунду. Извините, Бразилия, можете начинать работу. Сережа, отдай Бразилии микрофон. Сейчас, Бразилия, у вас есть еще две секунды. Бразилия, мы вас любим и так, даже если вы ничего не скажете. Гаета, мы договорились в Бразилии, что мы не боимся, а говорим, что думаем. Пусть все знают. Пожалуйста, потому что у нас уже товарищи тут поднаторевшие в антологии. Ну вот Бразилия думала, думала, решила, что прогнозирование это проектирование образа мечты в настоящем дне уже. Вот вы уже теперь не услышали, еще можно раз повторить? Это все из-за евреев. Проектирование образа... Работай, работай, все нормально. Проектирование образа мечты уже в сегодняшний день. Но связано это с яркостью страны, с таким образом веселых бразильских карнавалов. Проекция здесь не слово проекция, а слово проекция. Проекция. Связано еще с тем, что это Бразилия, это, в общем-то, мировая фабрика грез. Ну вот, собственно, да, популяризация имиджа страны, можно так сказать. Так, допрос будет дополнительный? Так, Бразилия, вот еще, вы можете на какие-то мифы опираться, кроме миф, который имеет мир о вас сегодня, да? Отдайте Бразилию микрофон. Отдать, пожалуйста. Вы опираетесь на какие-то еще старые мифы? Или вы взяли сегодняшнее представление о Бразилии, да, оно таково? Ну, это не только сегодняшнее представление, в принципе, это же исконно, яркость, вот, все-таки с климатом, мы там особенности местного характера, скажем, связаны. Хорошо, то есть вы опираетесь на это. Спасибо большое. Спасибо большое Бразилии. Друзья мои, мы закончили один такт работы. Тут, во-первых, комментарии, у меня тоже комментарии. Можно? Тогда надо в Бразилию переехать с Кубы. Конечно, конечно. Переезжайте в Бразилию. Там недалеко. Как пришла мысль такая, снять маску с будущего. Спасибо большое. Это очень интересно. И вы хотите это Бразилию адресовать, а в Кубе никак? И Кубе оставить. Пусть Бразилия. Бразилия, вы берете это предложение? Можно попробовать. Берут. Смотрите, в сущности, смотрите, в чем сущности ответила нам Бразилия. Бразилия нам сказала простую штуку. Она сказала следующее. Пока вся ваша Европа думает о том, какое у нее будет будущее, как она будет рисовать имидж с помощью прогнозов, про искусство возможного и другие полезные вещи, вам скажем следующее. Мы ваши мечты реализуем уже сегодня в танце и карнавале. И в этом плане нам прогноз-то не нужен. Это вы этим паритесь, потому что вы недовольны настоящим. А нам прогностический пакет не нужен, но мы готовы быть его замыкающей технологией. Потому что, чтобы вы там у себя не нафантазировали, без нашего карнавала и без нашей фабрики грез, вы это все одно не увидите в виде образа. Поэтому бесполезно будет. В некотором плане это вежливый отказ от проекта по прогностике. Но, заметьте, никто не говорит, что каждая страна должна создать у себя все технологические пакеты. Но это очень интересное отношение, рефлективное и сильное. Друзья мои, у нас сейчас будет такая работа. Мы сейчас переходим к следующим шагам. У вас будет 5 минут перерыв и 10 минут на работу. Используйте ее в какое время хотите. Сережа, следующий слайд. Не-не-не-не-не, мне не этот нужен. А, да, ладно, давай следуем. Вот этот. Смотрите, мы должны с вами отвечать в данном случае достаточно коротко по позициям 1, 2, 3, 4. Потому что, если вы развиваете какой-то пакет, от него должен быть какой-то толк, скажем так. Поэтому ответить надо про потребности, какие значимые потребности реализует пакет, какие возможности для развития иных технологий, хотя бы парочку. Какие мифы может реализовать не те, которые в основе лежат, а те, которые могут превратить что-то новое. И ответом на какие современные значимые вызовы и угрозы этот пакет является. В противном случае он как пакет не возникнет. У нас сейчас совершенно спокойная плавающая работа на 15 минут. Можно сходить на перерыв, можно поработать. Ответить по пунктам раз, два, три, четыре. Сережа будет записывать один, два, три, четыре. Бразилия, один, два, три, четыре. Израиль. Мы должны успеть сделать этот такт работы сегодня. Во-первых, время. Во-вторых, время. Во-вторых, рад сообщить итоги экспертного совещания по первому кругу. Все-таки игра же есть игра среди всего прочего. С явным отрывом по первым двум пунктам схема построения пакетов на первом круге выиграла Исландия. У нее 7 баллов. На втором месте Канада 4 балла. Южная Корея и Бразилия получили 2 балла. Причем Южная Корея от одного человека. То есть в этом плане она вообще сидела на нулях, но неожиданно получила баллы. И у Куба 1 балл. Израиль и Ирландия пока баллов не имеют. Но, как вы понимаете, впереди еще 14 пунктов, прошло 2. Так что это дело может резко измениться. Но Исландия и Канаде, как наиболее интересным определением, наше большое уважение и почтение. ваше определение точно будет использоваться при создании пакетов. А теперь, пожалуйста, в том же порядке. Южная Корея. Время прошло. Так, друзья, мы начинаем следующий такт. Он должен быть коротким, поэтому краткость сестра таланта надо еще записать. Отдай, пожалуйста, микрофончик Южной Кореи. Так, мы просим вас выступать в том же порядке, потому что необходимо вспоминать предыдущий такт. Смотрим, как другие формируют пакет этого на следующем такте, уточнить у них полезные технологии и мысли. Еще вот дополнение тогда к вот этому надо сказать. Не болтайте, пожалуйста, другие страны. Мы полагаем, что кореец может прожить сразу несколько жизней за одну свою физическую жизнь. Таким образом, вот это представление о переселении душ, о нескольких жизней, оно пройдет за одну. При этом он может в возрасте 12 лет уже ощутить, познать опыт там 100 лет, 200, 300 и так далее. Да, хорошо. Это социально значимая потребность у вас в Корее такая? В принципе, пояснение... Хорошо, у вас социально значимая потребность прожить несколько жизней, понятно. Затем, проиграв различные ситуации, различные свои поступки, приобретаешь иммунитет к будущему. Особенно к негативному, то есть ты проигрывая всякие катастрофы и смотря, как ты можешь реагировать на всякие негативные события, получаешь защиту и знаешь, как обезопасить себя. Иммунитет. Дальше, когда все будет настолько автоматизировано, что всю работу смогут выполнять роботы, а людям будет нечего... Да, да, а людям будет нечего делать, прогнозирование станет их времяпрепровождением. А, занять людей? Спасибо, вот это очень... Старайтесь формулировать это на обыденном языке, будет всем понятно. Творчество и решение проблемы выбора, поскольку можешь проиграть все сценарии, но это не совсем. Это именно иммунитет это к плохим, а проблема выбора, то есть и что понравится больше, то есть и положительное тоже. Так, какие возможности для развития технологий? Это... А, это еще раньше, нет. Профориентация еще в потребности, но это тоже выбор. Выбор жизни. Вы решили все потребные перечислить, они социально значимые. Хорошо, возможности для развития технологий это здравоохранение, жизнеобеспечение, потому что когда люди будут проводить много времени, если в виртуальном мире, да, вычислительные всякие технологии, био- и нанотехнологии, как технологии для моделирования различных систем уже будут не только в играх, но и там роботы, например, моделируют. И все вроде бы. Так, ну, миф и антологема это вот, наверное, первое, да, несколько жизней как раз, переселение душ. Не обсуждаем пока, Сережа. Угрозы вызовы, пожалуйста, Корея. Это вот про безопасность, то, что против катастроф научится бороться, реализация потенциала и борьба с депрессией. Чего-чего? А, производительность и труда. А то воспроизводство населения, это совсем другое дело. Так, Корея правильно услышала, да, что у нас есть значимый вызов, необходимость повышения производительности труда и еще что, и борьба с кризисом, что ли? Корея рассказала, много интересных вещей, которые войдут в пакет, но из хаштанов из огня, конечно, иммунитет к будущему, это очень сильная конструкция, которой я с большим удовольствием дам, наверное, потом свои конкретные баллы. Все остальное тоже значимо, а вся Корея ответила на все вопросы, просто остальные ответы более тривиальны, то есть в этом смысле менее интересны. Вот этот момент действительно здорово. Единственное, что прогнозирование будущего как борьба с депрессией, по-моему, будет наоборот. Но это мое внутреннее ощущение. Я не очень четко понимаю страну утренней свежести, может, недооцениваю. Так, внимание, спасибо, слушаем Израиль с их пакетом. Наш технологический пакет дарит потребность в переходе в когнитивный мир и, по сути, создание новой антологии для мира, основанной как бы на Торе, что, скорее всего, вызовет либо создание какой-то новой идеологии, либо философии на основе Тора. То есть, да, скорее всего, сохранится юдаизм как религия, такая древняя, хорошая, но и возникнет какое-то философское учение либо идеология, основанная на ней. Да, мы хотим, мы точно совершенно сохраняем юдаизм как религию, просто мы исходили из того, что принадлежность к религии не всегда заставляет человека следовать каким-то ее принципам, но принадлежность к философии, она абсолютно осознанна, и она всегда побуждает человека действовать именно так, как эта философия подразумевает. Понятно с тем, что вы присоединяете к себе весь, как бы, грамотный мир. Вот, возможность для развития иных технологий. Мы считаем, что новая, как бы, антологема будет просто антологическим фундаментом, таким универсальным антологическим фундаментом для любых технологий. Вот. Какие мифы и антологемы этот пакет может реализовать? Ну, во-первых, исход евреев и Израиля, вот, а также, так как может решить межрелигиозные конфликты, то есть, люди, придерживающие одной философии, но и исповедующие разные религии, шанс, что они договорятся, гораздо больше. Вот. И на какие сравнивания, значит, ну, мы считаем, что вызов, вот, как темные века после этого барьера, мы сможем то есть, совершить затяжной прыжок благодаря вот этому пакету, да? В когнитивный мир. Израилю спасибо большое, очень четкий ответ, еще сыграли на наш верстак антологический. Два важных момента. Во-первых, Южная Корея со всей возможной вежливостью сообщила, что предлагает иммунитет от Тора. Это для всего остального мира, который не очень захочет туда. У них же иммунитет готовится. А второй момент. Израиль не очень четко высказал, и я его понимаю, очень сильную мысль. На самом деле, сколько я об этом долго думал в последнее время в связи с нашими протестантскими конференциями, я, наверное, могу вашу мысль, причем у меня есть ощущение, что это ваши мысли, вы это имели в виду, перевести на более внятный язык. Проблема здесь в следующем. Европа по мере своего развития смогла построить несколько важных форматов мышления. Первым из них был мифологический, затем они отделили мышление от мифологии, получили философское мышление. В этом плане это их исходная мифология, без мифологии. Вы хотите сделать саудаизмом то же самое. Отделить философию иудаизма от иудаизма, получить чистую рафинированную философию. Сами евреи безусловно это сделали, но они это сделали только для посвященных очень небольшому кругу. Вы это хотите сделать общей мировой философией. Это, во-первых, возможно, невероятно сильный ход. Спасибо большое. Мы приглашаем Канаду. Базовая позиция Канады прогнозирование искусства возможности. Канада, мало времени, можно по-русски? Вы знаете, канадцы не привыкли долго рассуждать над какими-то проблемами, поэтому все время работы мы прогулялись с Ютановым, потому что с Николаем Юрьевичем, поэтому у нас все хорошо. Поэтому хорошая реклама Ютанова. Вы в эфире? Да. Поэтому на первый вопрос мы даем такой ответ, что все канадцы желают ясного, светлого будущего для самих себя, а также для всех, кто будет вместе с ними в Северном Ковчеге. В нашем Северном Ковчеге. Мы приветствуем, в настоящий момент для этого светлого будущего мы приветствуем все наши технологии и технологии наших друзей, ну, те, которые общеизвестные, там всякие атомные энергетики, IT и прочее, но главное не это. Главное, что мы это наше искусство предоставляет возможность развития технологии создания нового общества и управления им. Общество, которое будет построено на принципиальных каких-то новых признаках и уровнях, чем сейчас с его проблемами, мы будем строить это новое общество. Это, наверное, новая мифологема. Почему не можете записать? Какую технологию вы имеете в виду? Технологию управления новую. Хорошо понял. То есть предлагаете версию неаристотельного управления, да? Да. Записал. Ну и миф-то у нас... Я даже понял. Теперь я вас услышу. Ну, премьер-министр выполнять поправлять неравнодернатора. Ну и миф-то у нас очень простой, что сегодня мы живем лучше остального мира, а завтра будем жить лучше, чем сегодня. И неважно, где будет остальной мир. А будет он, скорее всего, не факт, что лучше нас, потому что вот как раз угрозы ближайшего будущего это нестабильность нынешнего мира, крайняя его нестабильность, многочисленные развивающиеся кризисы и угрозы Третьей мировой войны. И ваш пакет это ответ на эти угрозы? Совершенно верно. Для канадцев и ее друзей. для Канады и Канады. Спасибо, Кубе приготовиться, пожалуйста. Куба прогнозирована как повышение имиджа страны и способа организации вектора развития. Канаде, спасибо. у нас многое здорово и хаотично. Во-первых, мы предлагаем обновить идеологию коммунизма и такой термин ребрендинг социализма, ребрендинг коммунизма. Такое дикое сочетание. Потом... потребность Кубе в социализме и коммунизме. Вот. Повышение пассионарности общества нашего, потому что оно такое расслабленное, нужно сделать более активным. Да куда уж больше-то? Пассионарии всех стран соединяйтесь. Вот. Шикарно. То есть направить энергию в новое русло. И направить куда, кстати. Кстати, форсайтинг. Направить, узнать куда и показать куда. Вот. построить экономику доверия. Новый тип экономики на Кубе. Какие есть... Да. Какие... Какие мы мифы выделили? Тут несколько. Миф, ну, хороший степь, хороший плюс. Миф об исключительности нации кубинцев. Потому что мы очень... Вот. Потом, значит, миф Куба выходит из тени и еще Куба как заповедник социализма. Вот так. Парк советского периода. заповедник губринов. Плюс, может быть, как вызов, это развеять миф о проблемной Кубе. То, что все думают, что там плохо, а у нас хорошо. Вот. также задача сохранения культурной идентичности, чтобы мы не размылись при... Ну, как бы, а вызов, который будет сохранение культурной идентичности, это глобализация уже нашумевшая, то, что мы хотим сохранить свое лицо. Вот такие вещи. Кубе, спасибо большое. Обращайте внимание на то, что пакеты, которые вы заявляете, могут выжить и не выжить. Выживает обычно либо супер уникальное, либо супер укрепленное. Обращайте внимание на эту работу. Комментария Кошалота в скобках. Я вижу здесь очень интересную основу техпакета по репрендингу прежних социальных систем, не только коммунизма и социализма. На самом деле, весь репрендинг может подать все, что угодно в ходе рабовладения. И это не в смысле шутки, это в смысле всерьез. И вот такой репрендинг может быть действительно интересным техпакетом. Единственная проблема, а прогнозирование-то тут вообще при чем? Куба, понимаешь, она начала сейчас, свернула на создание другого пакета. Хотя само по себе очень интересно. Исландия, пространственно-временная навигация как база прогнозирования. По велителю туннелей и... На первый вопрос социально значимые потребности это смысл образования. Мы вытаскиваем смыслы из космоса. Снятие неопределенности. Многих в обществе это бесит и раздражает. И жизненная навигация. Какие возможности для развития иных технологий? Снимать иностранным разведкам. Жизненная навигация. Из мета-уровня каждый человек будет более ясно понимать, что ему и как жить. Причем в его личных взглядах. Ничуть. Какие возможности? И замечу, что Исландия плюс Южная Корея как ни странно вместе в единой структуре делают проект, который реально сейчас правда как всегда с большим трудом пытается реализовать Екатеринбург. Они в компьютерной игре хотят сделать именно вот эту штуку жизненавигацию. Это реальная программа, за нее платят банки деньги, правда платят плохо, но два уровня из пяти они сделали. То есть они реально работают. Сереженька, можно сейчас не комментировать? Нам очень важно успеть все команды. У нас осталось 14 минут. В первую очередь человеческие сверхспособности. Технологии астрономии. Астрология и логистика. Нет, не чуть, в очень углубленном. Новая, более широкая астрология, теоретическая астрология. Что бы было, если бы мы рождались на других планетах? Обратите внимание на структуру, которая здесь рисуется. Они уже показывают основу своего пакета. Это очень интересно. Шпионы из вас из всех никакие. Многие нифига структуру пакета своего еще не чувствуют. А здесь вот, хоть он очень вырожденный, интересный такой пакет, но смотрите внимательно. Это важно. На завтрашний день нужно будет. Вот, а то весь шпион будет переслеген и можно не собрать самому пакет. Спасибо большое, Исландия. Продолжайте. Третье. Социально значимый миф антологемы. Социальное гармоническое созвучие. Миф об обществе гармонии. И антологема, мифологема, внесемантическая коммуникация. В России очень развито встретилось стаканом. Не вербально. Не внесемантическая. Не внесемантическая. И четвертое. Ответом на какие современные значимые вызовут предупреждения чрезвычайных ситуаций, в том числе социальных, когнитивных прогноз, когнитивных штормов, причем по всему миру. Потому что мы еще летом закладывали стягивания специалистов со всего мира. Единственное, что мне жалко, но нет у Исландии сейчас денег вас вас купить. А жаль. Будем вас активно продавать. Спасибо, очень интересно. Ирландия. Спасибо большое. Слушаем Ирландию. Ирландия. Ирландия, вы живы? Продолжает спать. Нет, они пьют пиво. Они танцуют и пьют Гиннес. Я ваши танцы уже продала Бразилии. Вы такие все трансцендентные, что у вас прям не дозваться. Антонсингентные. Ирландия. Базовый инструмент прогноз создания продвижения страны на основе гинетических данных. Так, у нас страна культурная. Что, съели? У остальных этого нет. Никто не заявлял этого. Любой человек хочет ощущать себя защищенным, не подвергаться никаким опасностям. Мы предлагаем новую культуру, которая позволит решить многие проблемы и самое основное актуально для нашего мира это терроризм. По поводу мифа. миф о мальчике Кунин, который всех побеждал по определению. Это третий пункт. И на основе этого мифа мы будем строить нашу новую культуру. Не было фамилии. Который поможет нам с нашим терроризмом. Он всех побеждал, да, мальчик всех побеждал по определению. И поэтому страна процветала. А возможно для развития технологий? Что? Передайте микрофон соседке. У меня просто так получилось, что в два направления стали развиваться. Нам сказали, что обоим надо выступать. Значит, поскольку опять-таки развитие творчества в Ирландии процветает, вот такая мысль пришла, что вообще прогнозирование в основном итоговым продуктом имеет стопку бумаг, скажем так. В лучшем случае это слайды. То есть восприятие идет только через немножко зрительный аппарат, либо через слуховой. Соответственно, у человека вообще говорят сколько, пять органов чувств, по-моему, да. И, соответственно, такая зачастую происходит, на мой взгляд, отторжение прогнозов, отторжение будущего, как раз депрессия и так далее. из-за того, что человек не может как бы это прочувствовать, потому что зрение, слух, это все-таки маловато. Ну, то есть зрение, что такое слова читать, это мало. Поэтому необходимо ему это будущее, этот прогноз преподносить в различных иных формах. Например, то есть если у нас есть прогноз о развитии промышленности, экологии и так далее, мы можем, соответственно, спрогнозировать запах будущего и дать людям его поощущать. либо мы можем соответственно нарисовать примерную картину, то есть тоже учитывая, что там, допустим, количество лесов у нас сокращается, количество, я не знаю, кирпичных крыш будет увеличиваться, у нас, допустим, зеленый и голубой цвет на планете чуть будет уменьшаться и будет преавалировать, допустим, коричневый. То есть опять-таки восприятие на зрительном уровне. Ну и так далее. Там А Паняня сказала, да, а тактильные ощущения тоже можно в принципе запрограммировать, что у нас мир становится все более вроде бы как выпуклым, потому что небоскребы строятся и так далее, соответственно, тоже для людей там, скажем, незрячих и так далее можно вполне... Четвертым запах и тактиль будущего. Да, то есть ну давать продукт прогноза в различных формах, которые будут воздействовать на человека через все органы чувства. Понятно, да. Понятно и интересно. А вызовы? Вызовы угрозы есть? Вызовы угрозы? Ну нет, опять-таки вызовы угрозы те, что человечество не принимает какие-то, скажем так, не чувствует запаха и не ощущает будущее. Не ощущает его. человечество инертное и консервативное из-за того, что оно не принимает и восприятие идет на... Вы ответили на этот вопрос с предыдущими пунктами, мне кажется. Уважаемая Ирландия, вы первая группа, которая... Микрофон включает. ...на конструирование замыкающей технологии. Спасибо вам. Это очень важная вещь. Обращайте внимание на это выступление. Оно вам понадобится завтра. Еще раз спасибо за... Завтра будет торговля технологиями. Не забудьте. Пожалуйста, слушайте. Пускай езжет. Последнее праздничное, да? Да. А что вы думаете? Сюда вы ходите? Готовы ли, да? Да. Итак, начнем. Ответ на первый вопрос это поднятие имиджа страны. Да, мы требуем уважения. Потом ответ на второй вопрос. Технология обучения, здравоохранение, здравоохранение, искусство и спорт. Обучение, здравоохранение, искусство и спорт. Ну, спорт. Все, мы все. Какой спорт? Новый? Новый. Кроме футбола, да, да что-то еще. Ответ на третьего. Ответ на третий вопрос. Образ рая, выбраться из фавел, бедности. Так можно утерять знания. Это прям как я. У меня страшный почерк. Да, побороть рассловение общества. Да. Фавел это миф, а побороть рассловение общества это бред. Особенно существо бреда теоремных. И четвертое завершающее, это нищета духа, бедность, решение конфликтов и нестабильность мира. О, как. Мира. Да, нет, Сергей Борисович, они их просто жалеют. Так, огромное спасибо. Так, ты заканчиваешь. Друзья мои, у нас с вами, чтобы эффективно играть завтра, немножечко в другом формате, более быстро, ну и, может быть, как бы более трогательно, как тут было сказано уважаемой Ирландии, что надо всех потрогать. Но мы завтра всех и потрогаем. Вот. Нужно ответить дома с помощью интернета на вопрос. Сереженька, можно, да, следующий слайд? Легко. Предполагают ли мировые элиты, это шаг 4, да, что пакет может быть ответом на те или иные современные вызовы и угрозы. Понимаете? Это по интернету надо смотреть. Это не то, что вы предположили сейчас, что эти вызовы есть и угрозы, а то, что есть какие-то соображения, документы, заметочки по поводу того, что об этом думает еще кто-то, кроме вас. Причем, заметьте, не нужно делать гигантский анализ интернета, надо искать, вот здесь работа, мы ищем пока, на этом этапе развития техпакета, то, что на поверхности. Мы пропускаем шаг 5, гипотезу о возможных конечных продуктовых технологиях, будем завтра этим заниматься, но нужно обязательно ответить на вопрос шага 7. С этим ответом надо уже прийти. Что нужно знать и уметь, чтобы реализовать главную интенцию, заложенную в пакете? Понимаете? Вот это нужно. Мы будем составлять свой планшет, и у нас не будет завтра времени думать. Дальше. Вам придется проанализировать список открытых исследований. Это шаг 8. Это тоже самое по интернету посмотреть. Хоть какая-нибудь живая душа в интернете писала что-нибудь подобное, что сегодня сказала Исландия. Если писала, подчеркните, выпишите ссылку. Это наши братья по разуму. Спасибо вам большое за игру. Мы завтра ждем всех и начинаем играть сразу, перемежая коротенькие лекции. Будем в игру перемежать лекции, плюс генетика тех пакетов будет. Спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...